Приветствую, мужчины! Приветствую, любители пневматики на своем канале! У меня в руках Хасан 125, как его еще называют, ведра дыр. И да, он такой есть, особенно если поставить сюда ГП-120, он с легкостью пробьет ведро. Но в моем случае я установил ГП-150. Если, кстати, вам интересно, что я модифицировал и как я, что сделал с моим Хасаном, снизу будет ссылочка под данным видео в описании, где я про это все рассказываю. Но в данном видео я хочу протестировать его на проникающую способность и вообще на стрельбу, что он может с установленной ГП-шкой. И первый вариант, который я хочу протестировать, я его тестировал просто на стрельбу. Вот эта вот металлическая штука, где-то 2, приблизительно, может, чуть побольше метров у нее толщина. И вот эту вот почти дырку он сделал со стандартной пружиной, но раздушным будучи. И сейчас я хочу провести эксперимент, что он сделает вот с этой же металлической штукой, но уже с ГП-150. Причем я хочу сказать, что я не гонюсь за ведро дыром. Я гонюсь для того, чтобы была точная стрельба, так как я с данной пневматической винтовкой учусь охотиться. Но и также в данном видео мы еще постреляем. Я подготовил для этого пару мишеней, тоже посмотрим на пробивную способность. Стрелять я буду приблизительно с 10 метров. И до этого при стандартной пружине я проводил стрельбу тоже, вот примерно с такого же расстояния. Мишень у меня находится вон там вот. И сейчас мы будем производить первую стрельбу. Сейчас посмотрим, как отстрелялось. Что я могу сказать? Как будто оно прям пробило ее. Смотрите. Это со стандартной пружиной, это с ГП-150 и это всего 150 ГП. Но ничего, прикольненько так. Также для нашего эксперимента я подготовил вот такое ведро. Ну, довольно-таки, кстати, толстое. Может убедиться. Сейчас посмотрим, пробьет и пробьет ли насквозь. Это следующий вариант. И третья мишень, которая у нас на сегодня будет, это от пены бутылка. Давайте, наверное, сначала поставлю от пены бутылку, пробьем. А следующий вариант по уже завершающим просмотрам, пробьет ли данное ведро. Ну что ж, мишень у нас установлена. Сейчас начнем делать первый выстрел сначала. Потому что пена там не осталась. Она не бомбанула. У меня тут, на камеру, которая там стоит. Первая мишень поражена. Еще чуть попозже посмотрим, сходим. Сейчас нам нужно пробить. Посмотрим с этим ведром, пробьет он или нет. И как вышла насквозь, или только одна часть. У нас просто стоит позавершена. Пойдемте посмотрим. Так, бутылку с пеной он пробил прямо насквозь. Вон вышла даже пенится. Я мусор кинул. Больше меня интересует ветро. Слушайте, ну, неплохо. Вот, входное отверстие. А вот у нас, как раз, выходное отверстие. Нифига себе, смотрите, что я заметил. Или мне кажется, или бы он пробил вот эту бочку. Похоже, пробил бочку. Офигеть. Ну, я бы, конечно, это еще произвел тестирование в следующий раз. Но у меня есть подождение, что бочку он пробил. В общем, мне стало интересно, пробьет ли он все-таки вот эту бочку, которая у него стоит. Потому что там оказалась дырка. И, похоже, это вот это вот ведро дыры. Если он сейчас пробьет эту бочку, то можно будет назвать его уже бочка дырой. Ну, давайте посмотрим. Пойдемте смотреть, что произошло с бочкой. Слушайте, ну, здесь не пробил. Он прям не уперся. Я удивляюсь. Здесь, может, металл немножко похуже. Я еще потом поэкспериментирую. Но уже не в рамках нашего данного видео. Но, слушайте, неплохо. Ну что ж, мужчины, неплохо. Я немножечко даже удивлен, потому что я не ожидал, что мой хатсен со 150-й газовой пружиной так справится. Мне сейчас интересно, все-таки сможет ли он пробить вот эту вот мою бочку. Ну, это я экспериментирую. И, наверное, сделаю другое отдельное видео. Так что не забудьте подписаться на канал. Также неудивайтесь, подписывайтесь на телеграм, чтобы всегда быть в курсе, когда я выпускаю видео. И у меня к вам вопрос. Во-первых, мне все-таки интересно, что вы тестировали самостоятельно, что вы пробивали. У меня есть еще идейка протестировать другие вещи на пробитие, посмотреть. И, насколько я знаю, очень важно в пробитии еще пульки, которыми вы пользуетесь. Также в комментарии буду признательно. Сейчас набираю базу пулек, которую бы хотел оттестировать. И, возможно, мы это все сделаем. На этом я заканчиваю данное видео. Всем спасибо. Всем пока.